значит так протертую чесночную массу я положила масло написано по рецепту 180 грамм чесночной массы 180 грамм масла сливочного и щепотка соли все это перемешиваем можно даже на блендере попробую если не получится то буду тоже на блендере в рецепте написано блендером но я уже что-то сюда положила и потом это можно будет на батончик на багет намазывать можно в любую чебату кто как что любит а то уже жареные чесночные стрелки всем поднадоели еще никто их есть не хочет а это будет очень даже и вкусненько наверное еще сама не пробовала можно будет тост по тостер под на тостере поджарить хлебушек или батончик на тепленький положить оно подтает запах стоит на всю квартиру хочу сказать аж прямо слюна течет как я говорю слюна павлова все смеются кроватой фазы в общем что-то типа вот такого это все можно заморозить в морозильнике и чтобы не портилось маленькими порциями доставать как-то вот так получается всем приятного аппетита